Как перемешать массив в JavaScript? У нас есть вот такой массив, в нем есть числа, и они сейчас ассортированы, ну, собственно, по возрастанию от 100 до 107, ну, здесь это все наглядно видно. Так вот, у нас есть такая задача, мы хотим просто перемешивать этот массив, чтобы элементы его находились в разных местах, перемешивались друг с другом, менялись и так далее. Собственно, как это сделать? Чтобы решить эту задачу, нам понадобится какой-то встроенный объект в язык JavaScript, который умеет рандомно создавать числа. И такой объект существует, то есть есть объект Math, математический объект, в стандарте ECMAScript, это стандарт, по которому работает JavaScript, и у этого объекта Math есть функциональные свойства объекта. Значит, одно из таких, то есть их очень много, они, как правило, стандартные, пришли к нам из математики, но вот один из них под номером 27 называется Random. То есть что он делает? Он возвращает числовое значение с положительным знаком, большим или равным нулю, но строго меньше, чем один. То есть ноль может быть, один не может быть. И вот в этом диапазоне мы и будем всегда получать наши числа. Собственно, давайте проверим. То есть он очень удобный, этот метод, он не принимает никаких параметров, поэтому он всегда выдает какое-то значение. Давайте я сейчас просто в консоли выведу результат выполнения этого метода. И мы видим, что сейчас это 0.39, сейчас это 0.72, сейчас это 0.21. То есть вообще совершенно в любой момент времени мы получаем какие-то разнообразные числа. Но важно в диапазоне от нуля до единицы, не включая единицу. И вот эта вот штука нам сейчас поможет перемешивать массивность. Значит, что мы будем делать? Я сейчас сотру, еще раз покажу наш массив. И давайте отсюда начнем. Мы обращаемся к нашему массиву. Массив мы ставим точку. Мы должны создать новый массив таким способом, чтобы у нас были наши текущие значения, которые мы хотим перемешать. И вот те значения, которые дает метод рандом. Как мы это будем делать? Мы используем метод map для экземпляров класса Array. Они все наследуют от объекта Array все методы. Собственно, метод map вышагивает по каждому из элементов массива. И для каждого айтема что мы будем делать в методе map? Мы будем возвращать, смотрите, внимание, мы будем возвращать массив, в котором первым элементом будет, собственно, наш с вами вот этот вот рандомный, да, map, объект обращаемся, и у него рандом. То есть на каждой итерации метода map нам будет возвращаться, то есть не 100, а вот сюда массивчик. Первым элементом этого массивчика тут будет какое-то рандомное значение, а потом вот соточка, да, ну, на примере первого элемента, да. И сейчас сюда айтем, да. То есть давайте посмотрим, собственно, что у нас получится. Я нажимаю Enter, и смотрите, мы получаем вот такой массив, да, то есть из 8 элементов, собственно, сколько их здесь и было. Но только в нем существуют такие пары, то есть массивы, да, с рандомными значениями и, смотрите, нашими упорядоченными. И вот уже отсюда, я думаю, логику кто-то, может быть, уже и заметил, как же мы его будем перемешивать. Обратите внимание, они первые элементы, то есть внутренних массивов, они вообще рандомные совершенно, действительно, это так и есть. Здесь 0.9, тут 0.3, основа 0.3, 0.1. Что нам остается сделать, то есть с этим массивом составным? Нам нужно просто его отсортировать. Смотрите, внимание, мы же получили массив, да, и мы снова обращаемся к очередному методу массивов, который называется sort, то есть отвечающий за сортировку. Нажимаем Enter, смотрим, смотрите, что получается. И теперь у нас наши элементы отсортированы по первым элементам внутренних массивов. И получается 0.6, 0.7, 0.7, 0.5, 0.5, 8, 8, 9, да? Смотрите как, 0.99, но не единица, единицы не будет. Но если мы посмотрим на вторые элементы внутренних массивов, то они уже у нас с вами перемешаны. Смотрите, 107, потом 103, потом 106, и заканчивается все 101, да, где-то посередине 100. И вот теперь отсюда, с этой позиции, то есть с этого выражения, нам останется просто вернуть новый массив, но уже без вот этих рандомных значений. То есть мы уже выполнили сортировку. И смотрите, что мы будем делать. Мы снова берем наше выражение, мы снова берем метод map, мы снова обращаемся к каждому айтему, но сейчас у нас айтем будет вот таким массивом. И нам отсюда, из этого айтема, нам нужно просто вернуть под первым индексом второй элемент. Правильно? Правильно. И нажимаем Enter. И в результате мы получаем полностью перемешанный массив. Более того, мы можем с вами приколоться и прямо сейчас еще раз это вызвать и посмотреть, а что же у нас получится. Прямо всю эту команду. Я нажимаю Enter. И смотрите, соточки еще совпали как-то более-менее. А вот 102, 105, 104. И вот туда уже все перемешалось. Я могу сделать еще раз вызов. И мы еще раз получим. То есть уже со 107 начинается. И в результате метод math random, он будет так или иначе по сложному своему какому-то алгоритму привязываться к текущей дате, времени, секундам. Но сейчас суть не об этом. В общем, на каждом вызове он будет возвращать от 0 до 1 какое-то рандомное значение. И это будет всегда при каждом вызове этого метода. В результате наш массив всегда будет перемешиваться. И вот какой бы он у нас ни был. Если стоит такая задача по перемешиванию массивов, да, вот видите, он был упорядочен и стал вот таким, то вот эта комбинация позволит нам получать перемешанный массив. Причем очень удобно, что мы всегда получаем клон. То есть это копия. Это не оригинал. Если мы сейчас обратимся к оригиналу, то он у нас всегда упорядочен. Поэтому нам очень удобно работать, строить какую-то свою логику. Потому что вот эти все методы map sort и снова map, он всегда будет возвращать новый экземпляр, то есть новый массив на основании оригинального. И теперь, что можно сделать? Чтобы не городить постоянно эти конструкции, можно просто создать свою собственную функцию. Например, мы пишем function, мы пишем mixR, mixAni array, да, mixAni массив. Внутрь мы будем передавать наш массив, да, какой-то. И, соответственно, тело функции. Что мы будем делать в теле функции? Давайте я сейчас лишнее сотру, да, чтобы мы понимали. В теле функции мы, собственно, будем еще раз писать то, что у нас было. Так, одну секунду. Я вот это скопирую, да, и мы вернемся сюда. Значит, мы будем что делать? Мы будем возвращать, смотрите, return. Мы будем возвращать вот наше вот это вот суперское выражение. И сюда мы просто подставим r. То есть вместо массива нашего мы подставляем r. То есть вот мы написали функцию, которая перемешивает массивы. И стало быть, как мы можем ей воспользоваться? Мы берем теперь mixAni, она у нас есть, мы ее создали. Вот браузер нам подсказывает, что это функция. И сейчас внутрь мы передаем массив. То есть мы передаем, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично, мы передали. И смотрите, я нажимаю Enter, ба-бах, и все. И вот он уже пересортировался. То есть перемешался как угодно. Если я еще раз вызову то же самое, то мы увидим снова другую коллаборацию какую-то. И это наша функция. То есть мы отдельно ее записали, и теперь отдельно мы можем ее вызывать. Более того, мы можем просто расширить стандартный набор методов, которые существуют у класса Array. И просто чтобы любой экземпляр массива наследовал от него, от этого объекта прототипа, мы можем написать, расширить методы самого прототипа Array. То есть как это сделать? Мы пишем Array. Мы ставим точку, мы обращаемся к его свойству прототип. И мы его как-нибудь называем Mix. Ну, так же и назовем, да? Mix. Правильно, чего нам далеко ходить? И что мы делаем? И здесь, у этого свойства мы ставим равенство. Значит, что мы сюда внесем? Сюда. И здесь у нас будет анонимная функция, просто какая-то безымянная. Мы пишем также Function. Я сейчас это просто все скопирую. Я скопирую это вот таким образом. И удалю лишнее. Мы не передаем ничего. А здесь вместо Array, так как аргументы нам не нужны, здесь будет ключевое слово Days. То есть на этом массиве верни нам результат. Нажимаем Enter. Вот она наша функция. Теперь как это работает? Мы в случае Mix.R мы передавали сюда массив. А теперь мы просто можем на этом массиве через точку вызвать наш собственный метод. Где он тут у нас? Вот он, Mix.R и круглые скобки для вызова. Нажимаем Enter. Вот он перемешался. Еще раз, еще раз перемешался. Еще раз, еще раз перемешался. То есть вот они, несколько способов, как можно перемешивать массив. То есть можно писать отдельные вот эти внутренние, сложные, громоздкие вот эти выражения. Можно оборачивать всю его функцию. Это очень удобно. Ну, еще удобнее просто расширить стандартный набор методов для класса Array. Собственно, я надеюсь, все было предельно понятно. Думаю, у вас 100% все получится. Поэтому пользуйтесь. Благодарю за просмотр. Всего доброго.